Путинский режим ради своих геополитических целей обвиняет украинцев в нацизме и при этом сам разделяет эту идеологию, пишет американский историк Тимоти Снайдер. Профессор Ельского университета считает скотство в основах идеологии неоспоримо. Российская Федерация – страна нового, переформатированного, но фашизма. У России есть культ вокруг одного лидера – Владимира Путина. Здесь есть культ мертвых, организованный вокруг Второй мировой войны. У него есть миф о прошлом золотом веке имперского величия, который должен быть восстановлен войной, исцеляющего насилия, смертоносной войной с Украиной. Тимоти Снайдер из статьи The New York Times. Аналогий более чем достаточно, продолжает Снайдер. Завоевание Украины для гитлеровской Германии было одной из основных целей в 1941-м. Тогда она претендовала на плодородные сельскохозяйственные земли. И Гитлер воображал, что это будет легко, так как считал, что Советский Союз создан искусственно, а украинцы – простой колониальный народ. Сейчас Кремль точно так же не считается с независимостью и историей Украины. Ведет колониальную политику и угрожает миру голодом, блокируя украинские порты для экспорта зерновых культур. Война с Украиной – это не только возвращение на традиционное фашистское поле боя. Это еще и возврат к традиционному фашистскому языку и методам. Другие страны существуют для того, чтобы превратиться в колонии. Прошлое России снимает с нее вину. Существование Украины – это международный заговор. Война – это ответ. Тимоти Снайдер из статьи The New York Times. Один из ключей к пониманию современной России – политика Сталина в отношении фашизма. Сначала к нему относились безразлично, затем осуждали, позже наладив взаимовыгодные коммуникации с Гитлером, воспринимали даже позитивно. И вот как только Германия вторглась в Советский Союз, фашизм снова стал вражеским. По мнению Снайдера, это была коробка, в которую можно было положить что угодно. Позже коммунистов репрессировали как фашистов. Во время Холодной войны американцы и британцы стали фашистами для Союза. И антифашизм не помешал Сталину зачищать евреев. В России 21 века антифашизм просто вылился в право российского лидера назначать врагов государства. Настоящим русским фашистам дали эфирное время. Для президента России фашист или нацист – это просто тот, кто выступает против него или его плана по уничтожению Украины. А украинцы – нацисты, потому что не считают себя русскими и оказывают сопротивление. Тимоти Снайдер из статьи The New York Times. Фашизм в РФ, утверждает историк, это гитлеровский фашизм, доведенный до абсурда. Фашисты считают себя антифашистами, а всех других, которые не разделяют их идей, называют фашистами или их союзниками. Это тупик, в который зашло российское руководство в обозначениях причин войны. Пропаганда путинского режима основана лишь на упорстве, утверждает профессор Снайдер. На кону наше существование сдаться не представляется возможным. Найти общий язык с теми, кто выступает за наше исчезновение, не представляется возможным. Российский социолог и политолог Григорий Юдин говорит, что приверженцы фашизма среди руководства РФ помогали режиму выстроить под так званую спецоперацию все общественные процессы. Когда мне несколько месяцев назад знакомый рассказал о том, что из его контактов с людьми о властных структурах следует большое количество поклонников Гитлера, я не поверил. Теперь я верю. Люди знают, что они делают, они понимают, чем они пользуются, они четко совершенно собирают символы из известных им мест и занимаются этим целенаправленно. Фашизм, как идеология, остался непобежденным, утверждает историк. Во Второй мировой россияне, которые считают именно свой вклад в победу главным, а саму войну отечественной, фашизм не победили, а просто забрали его у себя как трофей. По мнению Снайдера, если Украина сейчас не сможет победить в этой войне, то для всей мировой демократии снова наступят темные времена.